Селфи на камеру телефона, знания, любовь учителей, дружба одноклассников и, конечно же, память. Это то, что вчерашние одиннадцатиклассники забирают с собой во взрослую жизнь. Через пару минут эти ребята навсегда попрощаются со школой. Учителям сложно отпускать своих повзрослевших детей, но плакать от счастья и расставания они предпочитают без камер. Эмоции переполняют нас всех. Сегодня последний звонок. И этот самый запоминающийся день в жизни детей. Конечно, очень огорчительно, что мы расстаемся с такими детками. Мы их научили, конечно же, не только предметам, не только дали знания, но мы их научили жить. Конечно, хочется плакать, но я поплачу это без камер. Голубые ленты, белые банты и разноцветные шарики в руках выглядят все одинаково. А вот чувства ребят переполняют разные. Кто-то успевает с улыбкой на лице общаться с подругами, а у кого-то наворачиваются на глаза слезы. Родные стены гимназии в этом году покидают 72 выпускника. Среди них претендент на Алтенбельге Русалина Саркисова. Девушка уже поступила в университет Санкт-Петербурга. Планирует стать переводчиком. Правда, как принять тот факт, что она уже стала взрослой, девушка пока не знает. У нас одновременно и радость, и горе, потому что мы уходим с нашей любимой школы. Но одновременно радость, потому что мы переступаем порог новой жизни. И благодарность, конечно, переполняет. Как-то неохота уходить с нашей школы великолепно. За последним звонком наблюдали и Аким области Жан-Сию Тюмебаев и градоначальник Габидулла Абдрахимов. Выбор пал на первую школу-гимназию неспроста. В прошлом году средний балл по ЕНТ здесь составил 95 баллов. Ученики становятся победителями республиканских и международных олимпиад. Глава региона выступил с наподственным словом. Я верю, что и в будущем вы будете совместно трудиться на благо нашей страны и покажете такие же высокие результаты. Я желаю выпускникам успешно стать ЕНТ, оправдать труды учителей и ваших родителей. Один из главных символов последнего звонка – летящие в небо шары. Вместе с ними парни и девушки будто отпускают детство. А перед шагом во взрослую жизнь – вальс. Кто-то в паре с педагогами, а кто-то с Акимами. Вставшую родную школу выпускникам еще придется вернуться. Правда, ненадолго – на несколько дней экзаменов.